Уважаемые коллеги, дорогие друзья, здравствуйте! Мы сегодня приветствуем вас на очередном вебинаре серии доклинических исследований. И должна сказать, что сегодня у нас вебинар с уникальным контентом. Я бы даже сказала, что с уникальным вдвойне. Потому что, во-первых, мы сегодня на нашем вебинаре «Профилактический визит новой инициативы регуляторных органов» расскажем, собственно говоря, о том и представим для вас эту возможность, о том, что такое профилактический визит и зачем Росздравнадзор его проводит. И самое главное, мы поделимся с вами нашим опытом прохождения такого визита. То есть сегодня много инсайдерской информации, мы готовы к общению. И прежде чем мы начнем, я еще раз напомню технические вопросы по ведению нашего вебинара. И для наших слушателей напомню, что запись вебинара вы можете посмотреть завтра по той же ссылке на платформе Live.Nii. Через месяц она будет выложена в социальных сетях нашего центра. А по ходу нашего вебинара вы можете задавать вопросы через форму обратной связи. Прямо на сайте, на странице трансляции. Выходите из полноэкранного режима, вносите вопрос в форму обратной связи. И мы сегодня постараемся ответить на все поступившие вопросы. Если нет, свяжемся с вами дополнительно после нашего вебинара. Итак, сегодня наш вебинар «Профилактический визит. Новая инициатива регуляторных органов». С большим удовольствием представляю экспертов, участников нашего вебинара. Это Зайцева Мария Анатольевна, национальный GLP-инспектор Санкт-Петербург. Зайцева Мария Анатольевна с нами сегодня онлайн. Также онлайн с нами Крашенинников Анатолий Евгеньевич, генеральный директор Национального научного центра фармаконадзора из Москвы. Рядом со мной эксперт отдела организации доклинических и клинических исследований медсинкологии Петрова Круглов Степан Сергеевич. Нас поддерживает Артем Николаевич Полторацкий, заведующий отделом организации доклинических и клинических исследований. И сегодняшний вебинар веду я, Решетова Наталья Станиславовна, эксперт отдела организации доклинических и клинических исследований медсинкологии Петрова. Итак, мы начинаем. Мария Анатольевна, предоставляю вам слово, опыт подготовки и участия в профилактическом визите испытательного центра доклинических исследований. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, рада вас видеть и слышать. Благополучно ли видно мой экран? Да, Мария Анатольевна, все в порядке. Да, все в порядке. Да, замечательно. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Мне бы хотелось поделиться такой информацией о новой инициативе регуляторных органов нашего Росздравнадзора, которая сейчас внедряется активно в жизнь. И есть уже первые участники организации, которые занимаются доклиническими и клиническими исследованиями, которые являются уже участниками, уже имеют опыт прохождения такого профилактического визита. Но прежде мне бы хотелось поделиться информацией, которая, я думаю, очень хорошо знакома нашим слушателям, связанная с тем, что все организации, которые занимаются проведением доклинических и клинических исследований, находятся в поле зрения нашего регуляторного органа, находятся под государственным контролем. Однако данный контроль носит в настоящий момент рискориентированный подход, и часть организации, которая находится в зоне высокого риска, проверяется чаще, то есть раз в три года, средний риск, вы видите на слайде, раз в пять лет, умеренный риск раз в шесть лет, а для низкого риска, организации низкого риска, данные плановые проверки не проводятся. Есть определенные триггеры у нашего регуляторного органа, которые могут быть связаны с наличием видов деятельности, количеством видов деятельности, объектов, субъектов, субъектов исследования, то есть что является предметом исследования, видов исследования, а также объемы лицензируемой деятельности в том числе. То есть определенные триггеры для каждой организации позволяют отнести ее к тому или иному виду, зоне, уровню риска. И мы все знаем, коллеги, что вот раз в три года предыдущая практика, которая еще была до внедрения риск-ориентированного подхода, возможно, кто-то из вас был участником этих визитов. В моей личной жизни, практической, профессиональной жизни, мне повезло три раза стать участником такого визита, причем как со стороны и испытательного центра, так и со стороны, в том числе, группы, которая проводила и такой инспекционный контроль. Со стороны испытательного центра, коллеги, я могу сказать, что действительно за период деятельности Росздравнадзора, прошедшие 12 лет на моей памяти, произошла достаточно серьезная эволюция и по процедуре проверки, и по квалификации специалистов, которые проводят эту проверку, и в том числе по тем результатам, последствиям этих проверок, которые реализуются. То есть какие рекомендации получает организация, какие мероприятия производятся, корректирующие, примитивные действия, что изменяется в системе качества. И эти проверки, это элемент, который используется, процедура, инструмент, который используется для проведения этих проверок, конечно, становится гораздо и гораздо эффективнее от года в год. В какой зоне риска находится ваша организация, возможно, вы знаете, исходя из предыдущего опыта общения с государственным контролем, может быть, нет, тем не менее, кратность проведения подобных проверок может служить для вас маркером понимания того, в какой зоне риска вы находитесь. Однако, коллеги, мы все хорошо знаем, что в связи с недавними обстоятельствами, ситуациями, процессами, которые у нас происходят и в стране, и в мире, у нас данные проверки, проведение подобных проверок, оно поставлено отсрочно до 2030 года. Возможно, что часть из этих проверок и будет возобновляться. Сейчас такая инициатива обсуждается среди государственных надзорных органов, но поживем, что называется, увидим. Тем не менее, коллеги, те, кто имел опыт участия, как я уже сказал, у меня было три опыта участия про проведение государственного контроля для испытательного центра доклинических исследований, хорошо знают, какие процедуры, этап, процессы, наверное, элементы инспекции являются обязательными. Мы все знаем, что при проверке доклинического центра обязательно будет проверяться персонал, обязательно будет проверяться виварий, как организованы по точной зоне содержания тест-систем, вопросы, связанные с оборудованием. Могу сказать, что да, это, наверное, такая больная тема для многих организаций и лабораторий. Вопросы, связанные с метрологической тестацией, вопросы с валидацией, валидация в том числе не просто оборудования, но и также компьютеризированных систем. Как происходит обращение с тест-объектов, как происходит обращение с тест-системами, то есть лабораторные животные, как они содержатся, как осуществляется уход. Вопросы, связанные с биотическим сопровождением, тоже являются частью предметов и государственного инспекционного контроля. Как оформляются материалы, первичные данные, как документироваться, отслеживаются, контролируются. Как происходит оформление и составление планов исследования. Происходит ли их верификация со стороны службы обеспечения качества. Операционные процедуры, есть ли жизненный цикл стандартных операционных процедур, осуществляется ли внутренние инспекции и прочие, коллеги. Ну и, конечно, архив. Архив, наверное, каждый испытательный центр помнит о том, как государственный надзорный орган посещал архив, просил предоставить там какое-то стекло для животного из определенной группы, из определенного исследования, и, что называется, время пошло. Надо это сделать достаточно быстро. То есть основные этапы, которые… Этапы-элементы, наверное, так и про пункты в программе инспекционного контроля вы все, я думаю, хорошо знаете. Тем не менее, коллеги, если сравнивать опыт, который был в предыдущем варианте, когда инспекция длится, ну не меньше 14 дней, и при этом по месту непосредственно в испытательном центре это тоже несколько дней, но и полный цикл там 14 дней. Есть документарная часть, есть часть оценки непосредственно в испытательном центре с посещением организаций, с посещением всех зон, с посещением беседы обязательно, с интервью, с персоналом, с просмотром, с детальным просмотром, оценкой документации. Коллеги, тем не менее, наш Росздравнадзор любезно поделился с нами слайдом о результатах подобных инспекций. Опубликованный слайд был на конференции «Белые ночи». Вы видите, что по результатам последних проверок в 2021 году, которые у нас проводили со стороны государственного органа, большинство проблем или большая, удельная часть проблем связана в доклинических исследованиях с недостаточной системой операционных процедур, то есть системой качества. И также мы видим, что есть проблемы связаны с регистрацией данных, с учетом первичных данных, с поддержанием введения первичной документации, связаны с квалификацией, с обучением персонала. Есть, конечно, вопросы, связанные еще с валидацией компьютеризированных систем, программного обеспечения, программных продуктов, что тоже является очень немаловажной историей, коллеги. Исходя из собственного практики, собственного опыта принятия подобных инспекций, я могу сказать, что 12 лет назад, наверное, основные внимания, основное внимание такие, основные замечания, которые наблюдались и появлялись в ходе инспекции, они были связаны, я помню, наверное, с виварием, большей частью, с содержанием вивария, санитарным испечением в виварии. Вы знаете, что у нас документы, сейчас мы понялись существенно нормативные для испытательной зоны, для зоны, где содержатся тест-системы, санпин, у нас был один, потом другой, теперь, что называется, третий вариант документов. И вот буквально последние инспекционные проверки, которые уже проводились государственным органом, основные замечания уже были связаны не с зоной сдержания тест-систем, а большей частью именно с системой менеджмента качества. То есть так происходит определенная эволюция для испытательных центров, эволюция для инспектирующего органа с изменением требований, с повышением этих требований, с повышением уровня этих требований для испытательного центра. Еще 12 лет назад мало кто, может быть, внедрял какие-то элементы системы надлежащей лабораторной практики нашей дорожной карте, государственной дорожной карте. В этом году исполнилось, в 23-м году исполнилось 10 лет по внедрению этой системы. У нас первые аккредитационные процессы, создание реестра испытательных центров, все это началось 10 лет назад. Таким образом происходит и эволюция нормативной документации, эволюция государственных органов, эволюция по изменению квалификации специалистов, которые занимаются как контролем, так и проведением доклинических исследований в том числе. На сегодняшний день, коллеги, что бы хотелось представить и нам публиковать, вам рассказать о новой инициативе регуляторных органов. Поскольку государственные проверки, вот эти контроль, который у нас производился там раз в три года, для большинства, наверное, организаций, все-таки мы находимся в большей части в зоне высокого риска, вряд ли, скажем, что испытательный центр для клинических исследований, там вообще в какой-то зоне риска, когда проверки не требуется. И поскольку эти проверки сейчас поставлены у нас на такой вариант холда, то есть отсрочены до 2030 года, новый вариант, новая инициатива, но визита государственного регулирующего органа, контролирующего органа предлагается на сегодняшний день со стороны Росздравнадзора. Это профилактический визит, который делаете вы, которым управляете вы. Если когда к вам приезжает инспекционный контроль, там 14 дней проверяют все, вам присылают программу, то здесь программу составляете вы. Здесь нет никакого согласования с надзорным органом, там с прокуратурой. Сроки исполнения достаточно гуманные, то тут 10 рабочих дней, что для этого нужно, надо инициировать этот визит. И проведение этого визита зависит от вас. Безусловно, каждый из вас скажет, ну а зачем нам это нужно? Для чего нам нужно, коллеги, проводить такой визит? Коллеги, это возможность получить рекомендацию, это возможность обсудить те проблемные вопросы, которые у вас есть. Это открытая позиция, открытое предоставление информации и получение рекомендаций. После того, как вы внедряете эти полученные рекомендации, при проведении уже контролирующего визита, вы знаете, что вы делаете правильно, потому что большей частью, когда вы участвуете в программе контроля, когда к вам приезжает инспектор с проверкой, вы стараетесь как-то защитить свою позицию, вы не стараетесь не то, чтобы показать больше, вы стараетесь как-то выйти из ситуации, понять, как правильно себя вести, то есть предугадать, принять какие-то усилия. Здесь все происходит абсолютно наоборот, коллеги. То есть элемент стрессовой ситуации, которая может потом последовать при контрольном визите, она снижается, существенно снижается, за счет предыдувания превентивного профилактического визита. Вы получаете консультативную помощь, вы получаете рекомендацию со стороны государственного контролирующего органа. Такой вариант, может быть, даже сказать, реального практического scientific advice, не по конкретному исследованию, а по построению вашей системы, по управлению вашей системой, системой в вашем испытательном центре. Вот новый вид профилактического визита, и я передаю слово Степану Сергеевичу Круглову, участнику непосредственному данного визита со стороны НИЦ онкологии Петрова. Степан Сергеевич, пожалуйста, расскажите, как это было. Здравствуйте, коллеги. Расскажу про профилактический визит, прошедший у нас в центре. Наш центр испытательных доклинических исследований готовится в данный момент к первичной аккредитации по GLP. И возможность проведения такого визита для нашего центра оказалась очень важной. В связи с подготовкой к аккредитации, мы и решили пригласить инспектора к нам в центр. Подали заявку и занялись подготовкой к визиту. Мы заранее подготовили вопросы основные, которые будем обсуждать с инспектором, и составили свою собственную программу, куда мы будем инспектора приводить. В нашем случае мы показали зону содержания тест-систем, провизорскую и архивные помещения. В заключении... Сам визит длился день, и в заключении этого визита мы обсудили вот эти подготовленные вопросы, обсудили вопросы, возникшие во время визита, а также и получили на них исчерпывающие ответы от инспектора и получили рекомендации по улучшению системы менеджмента качества в доклинических исследованиях. Вот, наверное, все. Вот я вкратце рассказал уже. Очень рекомендую другим центрам для проведения такого визита. Нам очень понравилось. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Светлана Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну а вот рекомендации, которые Вы получили, они находят применение сейчас в работе испытательного центра? Да, конечно, потому что вопросы, которые мы заранее подготовили, они были насущные, они нас очень волновали перед аккредитацией, поэтому полученные рекомендации очень сильно упростили подготовку к аккредитации. в данном случае. Очень нам помогли. Да, Вы знаете, вот я тоже хочу сказать, что по опыту, опять же, сравнивая, когда происходит государственный контроль, это действительно такая атмосфера напряженная, наверное, где Вы согласитесь с тем, что позиция защиты, может быть, где-то излишне, мы скажем, давайте мы не будем туда смотреть, скорее бы это закончилось, многие говорят, и уже как угодно пускай это закончится, а потом это заканчивается, надо еще писать различные документы заполнять, корректирующие действия делать. И Вы подумаете, да, вот надо закончить эту инспекцию, а потом мы займемся тем, что нам нужно все-таки улучшать нашу систему по результатам этой инспекции. И в рамках такого профилактического визита, если сравнивать, атмосфера совсем другая. Это не атмосфера защиты, это открытая атмосфера взаимодействия с государственным органом, с государственным регулятором. Это получение такой консультативной помощи, совет, дискуссия, живое общение. То есть, мне кажется, что вот это тоже очень важный момент. И плюс к этому, после профилактического визита Вам не нужно что-то реализовывать или бежать что-то быстро исполнять. Вы имеете возможность миновать этот период, когда нужно заполнять документы, что-то исправлять, Вы сразу переходите к превентивным действиям. Вы сразу начинаете улучшать Вашу систему. Вот мне кажется, вот этот момент, он является тоже очень важным. Спасибо большое, Мария Анатольевна. Спасибо большое, Степан Сергеевич. И прежде чем я передам слово Анатолию Евгеньевичу, если позволите, тоже дам несколько комментариев и, может быть, даже рекомендаций. Ну, во-первых, самая главная идея, я думаю, что и Росздравнадзора тоже, когда эта инициатива была создана, когда Росздравнадзор начал работать над этой инициативой, она в том, чтобы вот в этот период моратория на контрольно-радзорные мероприятия все-таки обеспечить правильное функционирование бизнес-процессов внутри клинических и доклинических исследований. То есть минимизировать вот эти системные повторяющиеся ошибки на местах. И они открыто об этом наши регуляторы заявили, что на самом деле не может не радовать вот эта вот открытая позиция Росздравнадзора. Еще раз возвращаясь к тому, что сказала Мария Анатольевна, что при проведении профилактического визита, не контрольно-надзорного визита, а именно профилактического, мы, как заявители, являемся хозяевами, обстоятельствах хозяевами ситуации. То есть есть возможность в заявлении обсудить сроки, допустим, обозначить как-то и их взаимно согласовать. Есть время действительно обозреть ситуацию у нас на месте и посмотреть, что действительно нам нужно. Те проблемные вопросы, которые мы думали-думали, как решить, но без привлечения регулятора не можем. То есть вот это вот тоже очень важно. Ну и еще раз, пройтись вместе с инспектором в рамках профилактического визита и еще раз осуществить такой вот хеликоптер-вью или пристальный взгляд на какие-то конкретные процессы внутри испытательного центра, в частности, как вот у нас это происходило, это тоже дорогого стоит. По результатам визита, безусловно, нам были даны рекомендации, и сейчас это придало дополнительный импульс, сдвинуло с мертвой точки те процессы, которые буксовали на определенном этапе, и мы понимаем, куда двигаться дальше. Поэтому здесь действительно сложно переоценить значимость этой инициативы от регулятора. Когда визит рассматривается, опять-таки, с точки зрения ненадзора, напряженного и такого очень нервного процесса, а именно с точки зрения профилактики, потому что любое заболевание легче предупредить, чем его лечить. Поэтому чем раньше, вот в рамках, допустим, до профилактического визита будут зафиксированы какие-то, может быть, отклонения, какие-то недостатки или есть вопросы действительно. Поэтому лучше использовать такую возможность и писать заявление в Росздравнадзор с просьбой о проведении профилактического визита. Кстати, в статье 52 Федерального закона 248, как раз касаемый профилактического визита о контроле ненадзорных мероприятиях, оговаривается возможность и проведения визита онлайн в виде видеоконференцсвязи. Поэтому такая возможность тоже есть. Но в любом случае, очная встреча в течение одного дня, именно столько длится профилактический визит, это всегда очень полезно и эффективно. Еще раз, Мария Анатольевна, спасибо вам большое. Степан Сергеевич, спасибо вам. А я передаю слово Анатолию Евгеньевичу Крашенинникову, который расскажет о значении профилактического визита в клинических исследованиях. Анатолий Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Знаете, я хотел бы посмотреть на это мероприятие, наверное, с ракурса не только регуляторики, но и с точки зрения подтверждения системы наличия, системы менеджмента качества в организации. Мы, прежде всего, и вот аудиторы, уделяют внимание тому, что в любых ближайших практиках важным критерием является их исполнимость на практике, а как подтверждение и некие такие критерии, а также маркеры, что они исполняют. Это само наличие системы менеджмента качества и аудиты, инспекции как подтверждение, что эта система является работоспособной и она правоприменима в этой ситуации. И вот, на мой взгляд, профилактический визит является таким как раз маркером для организации его проходящих. Я знаю, что Роза Рафнадзор практика в области профилактических визитов клинических центров, центров, занимающихся доклинической практикой, она, может быть, только начинает набирать обороты, но в области GPP, надлежащей аптечной практики, этот объем уже достаточно большой. То есть аптеки достаточно часто и много проводят такие мероприятия. И, на мой взгляд, это очень хорошая история с точки зрения еще один раз проверить на действительно жизнеспособность систему качества проводимых испытаний в вашем центре. Но я постараюсь в своем небольшом рассказе рассказать наш взгляд со стороны исследовательского цирента. Но надо отметить, что мы проходили данное мероприятие не только по правилам клинической практики, но и фармаконадзора, поскольку организатор занимается этим направлением. Поэтому у нас есть опыт, получается, двух належащих практик и двух профилактических визитов. Я прошу следующий слайд. Я попробую отнутся от статьи законодательства, которая регулирует проведение профилактического визита, но в части его реального реализации на практике. То есть каким образом мы его на практике проходили. Но в первую очередь уже коллеги отметили, что важно то, что сама инициатива профилактического визита является правом, соответственно, заявителя, которым выступает организация. И мы в этом случае таким правом воспользовались. Причиной, как правило, этому действительно выступило то, что для меня важно, что не только иметь подтверждающий сертификат СМК, ИСО-9001, но важно, что эта система проходит периодический взгляд со стороны. И тогда система действительно получает нужные рекомендации для своего развития. И формат как раз вот пункт 2 в виде консультативного визита инспектора очень важен, поскольку в этом случае мы встречаемся не с человеком, обладающим только теоретические знаниями, мы встречаемся с реально высокого уровня экспертом, который имеет опыт разных взглядов и разных, соответственно, кейсов, проводимых инспекцией. Да, например, Татьяна Владиславовна Мурзич, которая приезжала к нам, имеет огромный опыт встречи, инспекции. И, конечно, эти взгляды на наш небольшой центр, он имеет значение быть. Соответственно, в третий пункт, форматы сбора профилактического материала, профилактического визита, на практике шляется, как правило, в заявительном, либо в уведомительном формате, когда мы готовим свои вопросы, либо показываем свои, так скажем, помещения и инструментарии, и консультируемся относительно корректности соблюдаемых процедур и соответствующих регуляторным нормам. Опять же, в этом случае, конечно, наверное, идеальных процедур не существует, и, кроме того, есть определенные возможности у организации формировать так, как логистически это будет более удобным, но не противоречащим надлежащим практикам фармаконадзора и клинических исследований. Поэтому это очень удобно, потому что вы можете сформулировать очередность вопросов, очередность предоставления информации именно по степени определенной для вас важности. А также, конечно, здесь стоит учитывать, как везде, риск-менеджмент, то есть определить участки, которые, как вы считаете, наиболее рискованные в процессах, проводимых у вас, ну и, конечно, по ним провести такой риск-менеджмент с участием инспектора. Понятно, что профилактические визиты все равно это мероприятие государственного регулирования, поэтому, конечно, оформление документов в виде уведомления центра после вашего заявительного направления и, конечно, заключение определенного документа в виде акта, оно будет, но это не акт, наверное, такой, как обычно после инспекции, акт о проведении самого мероприятия и, конечно, определении тех аспектов, вопросов, которые на нем обсуждались. И, конечно, к профилактическому визиту мы подготавливаем не только те вопросы, но и людей, которые хотят эти вопросы задать, проконсультироваться, а также от первого лица услышать определенные, соответственно, требования, рекомендации, как ту или иную аспект работы выстроить. Можно следующий слайд? Профилактический визит, конечно, проводится, я отметил, что он может проводиться по разным направлениям, фармаконадзора, клинические исследования, практика належащая аптечная, но, естественно, инспектора, приезжающие на ту или иную часть профилактического визита, имеют профессиональный опыт в этом направлении. Соответственно, одной из важных ценностей этого профилактического визита, конечно, это отсутствие каких-то регуляторных мер воздействий, но, наверное, для меня самое главное в этой ситуации – это мера рекомендаций, которые даются, и их можно воспринимать по-разному, но мы всегда в этом случае воспринимаем их как некую дорожную карту КАПа, даже если они носят только рекомендательный характер, то для меня это, конечно, очень хорошая история использовать лучший опыт. Понятно, что в этом случае мы стараемся уделить как риск-менеджмент вопросам, связанных с безопасностью участников пациентов и добровольцев в рамках клинических исследований, вопросы, связанные с процессами проведения, сейчас больше это биоэквивалентность, вопросы, связанные с теми или иными требованиями к персональному и, соответственно, штатному расписанию, ну и, конечно, вопросы, связанные с коммуникацией и подготовкой различных документов, отчетов и логов. Ну, соответственно, в этом случае очень важно, что мы практически вот при заявлении там, по-моему, в мае или в июне, мы уже через месяц уже имели возможность инспектора у себя встречать. Поэтому оперативность вот этого мероприятия, оперативность его, значит, реализации достаточно на высоком уровне, это тоже очень большой и хороший показатель того, что регуляторный орган в первую очередь заинтересован именно в поддержке этой ситуации и именно в практическом помощи непосредственно заявителям. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, немножко буквально я пройдусь по тем блокам, которые мы, как вопросы, как, так скажем, аспекты показывали, о каких аспектах мы консультировались. Я, может быть, не вспомню все детали этого, но крупными мазками попробую спросить. Опять же, эти аспекты являются критичными и часто выявляемыми вот на слайдах Росздравнадзора, в части ошибок, в части находок. Но мы стараемся делать превентивные мероприятия, конечно, сразу по ним спрашивают. Ну, вот первая часть, конечно, это вопросы коммуникации с участниками, добровольцами, вопросы скрининга, вопросы использования материалов рекламных, которые, вернее, информационных, которые могут быть использованы для привлечения, участия добровольцев или пациентов тех или иных исследований. Вопросы организационного характера, использования тех или иных приборов, поверка, их учет и так далее. Ну и, конечно, вопросы связаны с соблюдением дизайна, критерий включения и исключения клинического исследования. Пожалуйста, следующий слайд. Второй блок — это, конечно, помещения и оборудование. В рамках профилактического визита мы очень горды, что была возможность показать все палаты, стационар, показать все помещения и оборудование, которое используется непосредственно сейчас. И, конечно, того состояния, которое находится оборудование, того состояния, в котором помещение, тоже очень многое зависит. Но нам есть чем было, скажем, немножко гордиться. И мы беспрепятственно это все активно показывали. Но, опять же, очень важно, что в этой части отслеживается, и можно тоже, поскольку инспектора имеют опыт и взгляд разных помещений, разных, так скажем, учреждений, здесь важно поделиться и спросить опыт, наверное, по лучшей логистике, лучшей организации логистики проведения тех или иных испытаний. Пожалуйста, следующий слайд. Оборудование, расходный материал. Ну, здесь мы чуть меньше, наверное, вопрос задавали. Обычно просто уделяли внимание вопросам, наверное, безопасности участников с точки зрения использования тех или иных инструментариев. Ну, опять же, мы говорим про те, которые непосредственно осуществляют контакт с телом добровольцев, ну и те, которые используются в различных манипуляциях и, соответственно, работе. Опять же, большое внимание уделяется тому, что определенные моменты системы менеджмента качества должны быть соблюдены, то есть имеются резервы и как в электрическом питании, так и, соответственно, в центрифугах и в оборудовании, которое позволяет вовремя реагировать на изменения внешней среды и, конечно, проводить исследования без приостановки. Следующий слайд. Немаловажно, мы уделяли внимание на консультации вопросу, связанных с подписанием документальной части, ну, как и поводится в клинические исследования, оно начинается всегда только с информированного согласия. И здесь, конечно, наши вопросы были в части некой процедуры, поскольку и форматы, и использование цвета, ручки, использование времени на достаточное на ознакомление, информированное согласие, поскольку не всегда это все прописано, бывает и протоколами, и в правилах JCP, то мы, конечно, уделяли внимание именно этим точечным деталям, временным, техническим, которые позволяют информированное согласие собирать быстро, полноценно, достаточно для ознакомления, ну, и, соответственно, в соответствии с революторными требованиями. Пожалуйста, следующий слайд. Немаловажно, мы уделяли внимание работы с нежелательными явлениями, с серьезными желательными явлениями, с нежелательными реакциями. Ну, в части биоккурентоситета тоже имеет большое значение, хотя здесь, конечно, как таковых случаев не бывает большого количества. Но вот сам формат логирования этих документов, сам формат определения причинно-следственной связи, ну, и вообще трактовки, да, тех или иных кейсов нежелательных явлений, которые могут быть перекалифицированы в нежелательную реакцию или нет, то это, конечно, момент, которому мы уделяем внимание и не могли упустить случаи по этому вопросу, не посоветоваться в части методологии использования. Ну, в этом случае мы, конечно, ориентируемся на методику ВОЗа. Следующий слайд. Ну, и, конечно, мы очень еще, скажем, интересовались вопросами определенных условий нахождения добровольцев и пациентов в клинических следов. Потому что для нас было важно не только строгое, конечно же, обязательное соответствие протоколу, всем формальным требованиям практик, належащий клинической, но и определенные условия, которые, в принципе, побуждают добровольцев и пациентов комфортно себя чувствовать в рамках следований, планировать в них участие, участвовать и, конечно, участвовать в следующий раз по мере возможности. Ну, и мы, конечно, определяем в этом случае не только те условия, которые являются обязательными в части исполнения информированного согласия, протокола, но и в части, которые формируют общее впечатление добровольцев и пациентов о участии в клиническом следовании, об клиническом центре, а самое главное, мы в том числе формируем участие о самих клинических следований и о рынке клинических следований. Поэтому для нас было важно, чтобы пациентов и добровольцев, особенно те, кто в них принимал впервые участие, конечно, оставалось очень хорошей послевкусие, и они понимали, какую важную социальную, гражданскую роль и ценность они приносили в этой следовании. И, конечно, мы консультируемся по вопросу правильности нашего подхода в части анкетирования, в части вот такой заботы о добровольцах и пациентах с инспекторатом. Пожалуйста, последний слайд. Ну, наверное, здесь все. Я в заключение хотел подвести, наверное, итоги. Я попробую рассказать о том, что практические аспекты, о которых мы прошли в части профилактического визита, показали нам очень важные несколько направлений. Во-первых, о том, что действительно так профилактический визит это очень хороший гибрид аудита и инспекции, поскольку, с одной стороны, он дает очень хорошее, скажем, впечатление корректности в ведении процесса, с другой стороны, ты можешь на нем больше, поскольку ты можешь задавать широкий спектр вопросов, связанных с проведением тех или иных испытаний и понятно получить очень качественные экспертные ответы. Второе, нам очень приятно, что такие мероприятия проводятся в очной форме, и, конечно, это дает еще большую возможность для, так скажем, внешней оценки твоего скромного труда, что тоже не каждый день это можно все осуществить. Ну и, конечно, мы очень рады, что мониторинг визит, конечно, не заменяет полноценную инспекцию, которую проводит Росздравнадзор, но он является очень хорошей такой, наверное, инициативой, потому что он поддерживает те элементы ключевых тонусов, клинических центров и так далее, при этом он делает это очень такой деликатной форме. Поэтому я, наверное, в этом случае должен сказать и спасибо руководителям регуляторного органа, которые эту инициативу реализовали и реализуют в настоящее время. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Евгеньевич. Действительно очень ценно, и спасибо вам, что поделились вашим опытом прохождения профилактического визита. Просто глядя на фотографии вашей презентации, я сама подумала, не скрою, а не стать ли мне, не освоить ли мне профессию доброволец в клинических исследованиях, чтобы побывать в вашем центре. У нас есть свободные места. Свободные места есть. Спасибо вам большое. Да, и может быть, от себя добавлю, что вот очень важную часть затронули в заключении о том, что в конечном итоге, да, профилактический визит мы проводим как заявители для себя, чтобы понять, что у нас не так. Но конечный итог и конечная цель наша всегда это о том, чтобы пациенты, да, которые участвуют в наших клинических исследованиях, понимали, что все проводится качественно, на высоком уровне, и их мнение, и их оценка этого процесса для нас очень важна. Поэтому спасибо вам большое, что и эту часть тоже включили в ваш профилактический визит и вот в плане обсуждения и корректности, правильности проведения вот этого вот обратной связи от пациентов в вашем центре. Спасибо, очень, очень ценно. Спасибо. Спасибо. Да, Мария Анатольевна, пожалуйста, вопросы, если есть. Коллеги, я вот, знаете, тоже слушала и еще поймала себя на мысли, что ведь инспектор во время контроля надзора на предприятии, когда вот он серьезно, инспекцию реально, то, что у нас было, проводит, он ведь не имеет права давать рекомендации. Он обычно высказывает замечания, а если он что-то комментирует и дает рекомендации, то это скорее так, то, что не остается на бумаге. То, что, ну вот, поговорили, то, как понял, разошлись. А в рамках инспекции остаются коперечи несоответствий, которые носят там разных характеров, дай бог, чтобы не было значительных, существенных, и были только незначительные. А здесь реальная возможность получить и те самые рекомендации, которые во время другого типа визитов получить, таким образом не удается. В таком объеме не удается. Спасибо, коллеги. За заключительная часть, может быть, еще какие-то комментарии. Анатолий Евгеньевич, есть что сказать в заключении. Сегодня действительно мы все говорили о своем опыте, о том, что со стороны регулятора, со стороны Росздравнадзора это действительно очень правильная и очень своевременная инициатива. И еще раз хотела бы сказать, чтобы наши коллеги, кто сегодня слушает нас, обратили на такую возможность внимания и спешили воспользоваться данной возможностью. Проведение профилактического визита и возможности прямого контакта, контакта доверительного с регулятором. Спасибо. Мария Анатольевна, Анатолий Евгеньевич. Я еще хотела подчеркнуть коллеге, что это бесплатно. Многие, для того, чтобы получить консультацию специалистов высокого уровня, многие ищут таких специалистов. Здесь, пожалуйста, государственный орган дает такую возможность. Это, конечно, вот это очень ценно. На самом деле. Спасибо. Анатолий Евгеньевич, за полезность информации, потому что здесь мы, получается, можем решать две задачи. Конечно, мы обменяемся опытом между нами, определенные рекомендации давая друг другу. Это очень важно. С другой стороны, мы также рефлексируем для регулятора с точки зрения правильности, восприятия тех законодательных имитатив, которые практически мы выполняем. Здесь роль некой ассоциации с вами, которая дает обратную связь от индустрии в конкретном данном на определенных моментах. Ну и самое главное, вы подняли темы, которые, конечно, большие ассоциации или Бигфарма, они, конечно, эти темы, это для них небольшие вопросы, как и некогда им заниматься. А мы вот с вашим участием можем их подхватить и тоже где-то актуализировано показать. Мне кажется, это очень важно. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Евгеньевич. Спасибо большое, Мария Анатольевна. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за участие. Уважаемые слушатели, благодарим вас за внимание, ждем ваши вопросы, всегда открыты общению. И до следующих встреч на наших новых вебинарах из серии «Доклинические исследования». Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok